Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о варваре, который будет играть с помощью сета Гнев Пустоши. То есть у нас сегодня Вихревой Варвар, то есть тот, который наносит урон умением Вихре. Сет Гнев Пустоши апается в патче 2.64, но это дает возможность в свою очередь проявиться и этому варвару. К большому сожалению, не на топовом уровне. Я думаю, при желании 115 порталы этим билдом можно фармить. И в данном варианте я вам продемонстрирую билд, который будет использовать у себя в качестве оружия парные клинки Истрана. То есть не сет Булкатаса, а именно парные клинки Истрана. В принципе геймплей остается практически таким же, за исключением только пару моментов, что касается баффа своего же урона. И если вам интересно, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, те из вас, дорогие друзья, кто будет играть на не сезоне, вам придется надевать на себя полностью весь сет Гнев Пустоши. Это перчатки, наплечники, шлем, броня, штаны, а также ботинки. И у вас будут запускаться все три бонуса. Первый бонус в этом геймплее нас особо сильно не волнует. Благодаря второму бонусу мы будем получать меньше урона. Но благодаря третьему бонусу мы будем поднимать свой урон от умения Вихрь. Также умение Вихрь будет наделяться руной Волевые Демоны. То есть это что касается не сезона. Что касается сезона, то я предлагаю, допустим, вместо шлема брать корону Леорика, для того, чтобы увеличить показатель КДРа, или же уменьшение времени в восстановлении умений. Если вам, допустим, такой вариант не нравится, то можете убрать, допустим, штаны. А вместо штанов взять, допустим, проклятые штаны господина Яна, для того, чтобы поднять свой урон. Другими словами, вариантов хватает. Главное, чтобы была фантазия. Что касается бижутерии, то на один палец мы берем колечко Зодиака, для того, чтобы быстрее откатывать наше умение. На второй палец предлагается надеть собрание стихий, для того, чтобы раз в фазу кольца мы могли свой поднять урон от молнии. На шее можно вешать, в принципе, абсолютно любой амулет. Главное, чтобы на нем были нужные характеристики. Ну, а если получится найти амулет Адского Фламени, то это вообще будет идеальный вариант. Потому что так можно получить дополнительную пятую пассивочку. Я, в принципе, так и сделал, и у меня в амулете пассивка присутствует буйство. На запястьях у нас находятся наручи силачан, для того, чтобы мы могли увеличивать урон по тем противникам, которых мы сдернем с места. В данном случае притянем к себе. В качестве пояса мы используем гордость Кассия, для того, чтобы продлить срок действия умения стойкость боли. Ну и остается у нас еще один сет, это как раз таки парные клинки Иствана. Этот сет состоит из двух мечей. Воришка, а также клеветник. И как раз таки благодаря этому сету мы будем поднимать свою скорость стаки, урон, а также защиту. Ну и все эти показатели будут подниматься на 30%. Что касается защиты, то благодаря этому сету мы будем поднимать показатель брони. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в нашем кубе. Рубрика Бижутерия, и там у нас колечко Перстень Череп. Это кольцо будет поднимать наш урон от умения Вихрь. Эти напленичники будут поднимать наш урон от умения Вихрь, а также будут помогать нам получать меньше урона, когда мы будем поддерживать это умение. Ну и рубрика Ружи, там у нас горнила, для повышения урона по элитным противникам. Ну и в самосветах мы используем Проклятие Плененных, Проклятие Пораженных, ну а также Усилитель Боли. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Основной наш урон мы наносим с помощью умения Вихрь. Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в двух предметах. Это в наших ботинках, а также в нашем головном уборе. В нашем геймплее Вихрь будет наносить урон от молнии. Поэтому поднять этот стихийный урон мы можем с помощью двух предметов. Это наши наручи, ну а также если получится, еще в амулете. В этом геймплее еще будет не лишний такой показатель, как КДР, или же уменьшение времени восстановления умений. Поэтому если есть возможность, этот показатель тоже поднимаете во всех предметах. Это в одном оружии, во втором оружии, в одном кольце, во втором кольце, ну а также на плечниках и перчатках. Также показатель КДР мы можем поднять с помощью бриллианта в нашем шлеме. И это все, что касается нашей экипировочки. А теперь давайте разберемся с билдом. Что касается пассивочек, то мы используем три пассивки, которые будут бафать наш урон. Это Остервенение, Задира, а также Ярость Берсерка. Ну и последняя, четвертая пассивочка, это Милость Булкалтеса. С помощью этого скилла мы будем быстрее откатывать наше мнение Гниг Берсерка. Теперь давайте разберем наши активные скиллы. Первое, это как раз таки вышеназванное Гниг Берсерка. И берем мы руну Безумия. Для того, чтобы с помощью этого скилла мы могли бафать свой урон. Далее у нас идет Топот и Болезненный Удар. С помощью этого скилла мы будем притягивать противников как можно ближе к Варвару. А значит запускать наше наручье Силача. То есть по этим противникам в итоге мы будем наносить больше урона. Сток из боли и Блаженное Неведение. Этот скилл будет поднимать нашу защиту, избавлять нас от различных эффектов контроля, а также помогать себя выхиливать. Боевая Ярость и Перековать Мечи на Орала. С помощью этого скилла мы будем свой поднимать урон, а также тоже себя еще и выхиливать. С помощью Крика, Боевой Клич и Безнаказанность мы будем бафать свою защиту, но благодаря умению Вихрь и Ветровес мы будем наносить наш основной урон. И это все что касается нашего билда, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Что касается геймплея, то как только мы появляемся в портале, мы сначала прожимаем наши два Крика, для того чтобы поднять свой урон, а также обеспечить себе дополнительную защиту. Затем, как только мы будем видеть противников, естественно прожимаем наше умение Стойкой с Боли, это же Игнор Пейн. Этот скилл тоже нам обеспечит дополнительную защиту, а также позволит себя более эффективнее выхиливать. Также для поднятия урона прожимаем еще умение Гни Берсерка. Ну и все, можем приступать в принципе к нанесению урона. Ну а тут все просто, зажимаем ту клавишу, где забито умение Вихрь, и крутимся из стороны в сторону возле противников. Когда мы будем кататься по лицам противников, мы будем запускать колечко Зодиака, а значит абсолютно все скиллы у нас будут откатываться довольно-таки быстро. Что Берсерк, что Игнор Пейн. И в принципе мы их сможем запускать повторно, пока на них в принципе действует еще баф с предыдущего прожатия. То есть с откатом этих скиллов у нас проблем никаких нет. Также напоминаю, что на нашем арсенале имеется такое умение, как Топыт, а это умение работает по принципу стяжки. То есть как только мы прожимаем этот скилл, мы будем противников притягивать как можно ближе к себе, то есть к Варвару. И как только мы это делаем, сразу будет запускаться наруча Силча, а значит эти мобы, включая тех же элитных противников, будут получать больше урона. Также обратите внимание, что когда Варвар убивает противника, на земле появляются такие оранжи области Силы. И вот находясь в этих областях, Варвар наносит больше урона. Эти области появляются потому, что на нашем спутнике должно быть такое колечко, как Перстень Ока. И поэтому как только вы видите, что появляется эта область, вы направляетесь в сторону этой области. И когда вы будете мимо этой области проходить, пролетать, пробегать, как хотите, тогда вы прожимаете умение Топот, чтобы этих противников стянуло именно в эту область. А уже потом по этой области вы как раз таки крутитесь с помощью умения Вихрь. И тем самым вы поднимете себе очень-очень слабенького урона. В моем случае это на 85%. Этот Варвар очень привередливый. Ну как привередливый, то есть ему очень классно, когда возле него находятся огромные толпы противников. А это значит, что его интересуют, конечно же, открытые локации. И если такие локации вам пробуют, как, допустим, шпиль, лес, пустыня, допустим, поля войны, то вам считайте повезло. Ну а если еще на этих локациях будут классные профитные мобы, то этот портал вы закроете, ну не с легкостью, но закроете так точно. Конечно же в том случае, если у вас будет хватать урона для данного уровня портала. В этом гейплее мы используем, не забывайте, колечко собрания стихий. При этом мы наносим стихийный урон от молний. Поэтому как только видите, что на кольце собрания стихий уже идет огонь, а это значит, что следующий баф будет на молнию, то если возле вас имеется хоть какое-то скопление противников, даже если они не представляют вам особого интереса, вы прожмите топот, чтобы запустить наручь селча, но последующий баф от кольца собрания стихий, то есть на увеличение урона от молний, вы этих противников ну или добейте, или убейте. В общем, накажите как получится. Так мы работаем на портале, так же мы работаем на боссе. Если босс попадается с миньонами, то это в принципе даже отличная ситуация. Потому что миньоны будут помогать вам запускать эти как раз таки оранжи области силы. А если эти области силы попадутся еще возле босса, то это вообще идеально. А это значит, что вы при этом будете автоматически поднимать свой урон. То есть крутитесь, крутитесь по боссу, ну и естественно по откату прожимаете абсолютно ваши все умения. Конкретно в нашем случае это гнев берсерка, ну а также стойкость боли. Вот и все. Что вы думаете об этой сборке, пишите в комментарии под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, и желаю удачи в сезонном походе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok